Всем привет! Сегодня у нас урок от Асель Тимиралиевой. Большое спасибо, Асель, за то, что приняли наше приглашение. Так, передаю слово Асель. Не могли бы вы рассказать кратко о себе? Кратко о себе. Ага. Во-первых, здравствуйте все. Спасибо большое вам. Ойдо или ойдо? Ойдо. Можно, да, ойдо. Ойдо, ладно. Спасибо большое команде ойдо, что пригласили. Буду рада очень выступить и поделиться своим опытом. Если о себе, я являюсь студенткой Академии нового поколения, АУЦАМ. Вот. Так, я также являюсь студенткой программы The Girls. Это программа обмена. Организован New State Department и All Gays International. Кроме того, так, что еще могу рассказать? Не могли бы вы рассказать побольше о стажировке? Хорошо, хорошо. Так, вот этим летом и осенью создавалась в Ассистент. Это стартап, который создан, то есть базируется в Сан-Франциско, в Хиконной долине. А стартап это занимается вот именно, то есть это аутсортинговая компания или стартап, скажем, да. Они занимаются вот именно созданием таких IT-продуктов, решений, которые ускорят бизнес-процессы. Например, когда именно я работала, они занимались улучшением delivery, то есть процесса доставки именно в США. У них была такая проблема, что если посылки, когда люди доставляют посылки, вот у них было много ситуаций, когда кража посылок была. Вот, и они занимались тем, чтобы как можно предотвратить это с помощью именно цифровизационных решений. Так, а какую должность вы занимали там? Так, я тогда в разных сферах работала, если сказать, то в одной части я помогала CEO, то есть executive director of the company, именно вот именно в общении с клиентами, в координации клиентов. С другой стороны, я помогала также вот именно анализировать IT-продукты. То есть кроме вот кражи посылок, у них и были другие проекты, и им нужно было вот именно анализировать цен, им нужен был анализ цен, атипродуктов, и вот именно я занималась именно цен, и также базой данных, фармации, как сказать, аптек в США. Да, да, потому что они также занимались именно вот выставкой medications вот именно в США. Так, ребят, если у вас есть вопросы, вы можете задавать в чат, я буду их озвучивать. Я немножко подготовила презентацию, если хотите, мы сначала пройдемся по теме, и потом в конце у нас будет кейн-сессион, где вы можете задать свои вопросы и также пожелания, если хотите. Да, давайте. А было бы круто. Можете, пожалуйста, мне разрешить сделать шейф-скрин? Давай. Пока-пока, я пришел, начался. Так, все, я передал право. Вы видите мой экран? Да, видно. Так, у нас сегодня будет презентация опознание как основа целополагания. Многие сейчас в данное время, очень много активных ребят у нас в Кыргызстане, которые хотят больше добиться, и мы все в числе их, что очень нас радует. Но есть одна вещь, это то, что когда люди начинают достигать их целей или участвовать в разных проектах, они забывают про одну вещь, про самопознание. Почему это важно? Сначала давайте начнем с того, как вы думаете, почему самопознание, как вы понимаете, или как вы понимаете слово самопознание? Мне кажется, что это умение познать свои ценности, то есть не идти просто в любой проект, который открывается, а вот именно то, что коррелирует с твоими ценностями, знать то, чего ты хочешь от жизни, чего ты хочешь от себя, и делать более осознанные шаги, нежели чем просто делать, чтобы получить сертификат или поступить в примеры и так далее. Очень классный проект. Самопознание, как сказал Ахпермет, это... Именно познание своих ценностей и так далее. Но почему это важно? Потому что когда у вас есть баланс с самими собой, то вам будет намного легче достигать ваших целей, да? Или, например, если вы затеяли очень такую большую идею или бизнес, предприятие и так далее, создание предприятия, то когда у вас есть баланс с самими собой, то вам будет намного легче этого достигать, нежели чем, если вы не знаете своих ценностей, слабых или сильных сторон или так далее, то тогда вам будет не то, что будет даже трудно, а то, что вы будете... Очень извиняюсь за мой русский, потому что у меня что-то с английскими словами путается. Вы можете... Распыляться? Или нет? Спасибо большое. Ну, как бы, это может быть еще вредно для вашего здоровья, физического и ментального здоровья тоже. Итак, и один из самых главных вопросов, которых мы должны задать, это кто я. То есть само познание именно кто я, да? Кажется, типа, это очень такой простой вопрос, кто я. Конечно, кто я? Это я, например, Асель, да? Все знают, что я Асель, меня зовут Асель, да? Я девочка и так далее. Однако, вот именно вот этот вопрос, кто я, очень такой сложный вопрос, к которому нужно углубляться и углубляться. Только одним из махов вы не сможете сказать, кто я, вот я такой человек. И большинство людей себя не знают, например, до 30 лет, до 40 лет и даже больше. И есть некоторые даже, которые, не узнав себя, не познав себя, просто, к сожалению, уходят от этого мира. Поэтому эта тема является очень такой важной темой. И насколько вы с самих лет будете знать об этой теме, то настолько вы будете осознавать ваши ценности и слабые стороны, и тогда вам будет легче достигать своих целей или просто ощутить эту жизнь, да, с позитивной стороны. Так, самопознание. Самопознание, во-первых, это идентификация ваших слабых и сильных сторон. Например, в детстве, ну не в детстве, а в подростковые времена, когда участвовали в разных проектах, у них иногда бывали интервью. Например, они спрашивали, ваши слабые и сильные стороны, или почему вы считаете себя лидером, или почему вы считаете растущим лидером и так далее. Но мы отвечаем это просто исходя с того, что мы прочитали, например, в интернете, или что нам посоветовали наши ментора, или те, которые уже проходили. Однако они очень такие классные вопросы, которые дают вам понять, то есть узнать себя, да. И слабые и сильные стороны – это не просто вот эти скиллы, например, тайм-менеджмент, которые много говорят, или, не знаю, коммуникационные навыки, которых говорят в интервью, да. То есть в интервью обычно говорят те стороны, стороны, которых вы можете улучшить, да. Однако именно нужно стараться узнать истинные, слабые и сильные стороны. Это может быть какая-то чистость вашего характера и так далее. А второе – это баланс со своим телом, баланс со своим ментальным здоровьем и баланс с окружающим миром. Баланс со своим телом – это прям очень-очень такой важный факт, потому что в данное время очень много информации, и где бы вы не хотели учиться, кем бы вы не хотели бы стать, очень важно принимать вот всю очень большую, мощную volume of information. Вот именно в этот момент, если вы… у вас не будет баланса со своим телом, то есть вы не знаете, как контролировать, физически себя поддерживать, то есть только просто ваше здоровье, например, заниматься спортом и так далее, то вот вы не сможете вот всю информацию сразу же в себе впитать, если я правильно выражаюсь, или больше научиться к этому, да, просто потому что вы не смогли подбориться о своем здоровье. То есть что я хочу этим сказать, что здоровье является почти очень важной частью в достижении чего-либо, да, и поэтому если у вас будет баланс со своим телом, то есть баланс со своим здоровьем, то вам и будет лучше. И баланс со своим ментальным здоровьем – это тоже важно, потому что вот ментальное здоровье, физическое здоровье, они все между собой связаны, и если только одна из них пострадает, то, скорее всего, от этого будут исходить негативные последствия и физическому здоровью или ментальному здоровью. И также баланс со окружающим миром – это может быть близкие друзья и так далее. То есть это все связано между собой, да, если один фактор начинает слабеть, то другой тоже как бы потеряет свою силу. Поэтому очень важно, когда вы чем-то занимаетесь, чтобы они все всесторонние были развиты, или всесторонние, чтобы вы заботились о них. Давайте я вам сейчас приведу примеры. Почему важно самопознание и в своем опыте? Например, в прошлом году я готовилась к Тойфу, да, и достаточно это такой сложный процесс, если у тебя английский был очень плохим, да, например, если у тебя был такой плохой уровень, и в этот момент нужно готовиться, учить слова, делать практику, практики, 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 и опять-таки учить грамматики и так далее, да. И в этот момент я вот думала, что готовиться к Тойфу – это просто делать учебу, да, то есть учиться, и все. Этого достаточно, чтобы набрать там больше 100 баллов, да. Однако оказалось, что именно спорт, физическая нагрузка тоже является вот частью, частью как и изучение слов, как и практика вот этого рейтинга или руси и так далее, да. И тогда, например, если посмотрим, что в августе я готовилась Тойфу просто потому, потому что, то есть просто учила слова, там, практики и так далее, то есть все системные обучения, как мы читаем в интернете, то в ноябре я начала уже более такую физическую нагрузку тоже включить и так далее. И это было намного эффективнее, потому что... Потому что когда... Ой, ага, не слышно, да? Да-да-да. Да, все хорошо слышно. Спасибо. Вот, потому что в ноябре, когда я начала бегать, да, когда я начала что делать, то мне намного легче получалось, например, запомнить какое-то слово. Или когда я читала текст, мне было сложно вот прочитать вот весь этот текст и делать анализ этого текста и ответить на все вопросы правильно. Следовательно, вот я поняла, что тогда физическая нагрузка тоже очень важна, как и ментальная. Потому что я очень хорошо знаю, когда ты готовишься к тестам особенно, вот такие, где ты узнал прям, показывай какой-то результат хороший, то у тебя, конечно, будет стресс, у тебя, конечно, будет очень много напряженности. И в этот момент именно вот физическая нагрузка, именно вот твой баланс с окружающим миром и с ментальным здоровьем поможет тебе именно за счет этого результата беда в выгорании. Или это снизит шансы, или это вам поможет противостоять в выгорании, или намного легче пережить выгорание. Вот, с этого опыта я поняла, что самопознание очень важно, потому что я, например, читала, если я не хотела спать, я понимала, что значит что-то не так с моим физическим здоровьем, поэтому я хочу просто читать и сплю, даже если я в 8 часов спала, например, ночью. А когда я поняла, я думала, может, мне немножко побегать, и может, тогда мне будет лучше. Я побегала, то есть я начала бегать регулярно, и это улучшилось в моем здоровье. И я уже не спала во время чтения большого текста на английском языке. И вот в этот, то есть я делаю диагноз, и я это исправляю. Вот что происходит, когда у вас есть самопознание. Итак, как пойти к самопознанию? На самом деле, я сама до сих пор, наверное, не пошла, потому что самопознание приходить очень сложно, но я думаю, что я в процессе. И самым важным является это принятие себя. Как я ранее говорила, что слабые и сильные стороны – это очень важно в самопознании. И вот именно принятие своих слабых сторон является очень большой частью самопознания. Есть слабые стороны, вы подумаете, вот те, которые можно очень так легко исправить, например, я не знаю, коммуникационные навыки, тайм-менеджмент и так далее. То есть их можно каким-то образом развить, если ты будешь челлендить себя каждый день или каждый месяц и так далее. Но есть некоторый характер, некоторые желания, которые являются частью вашей части и которых прям... ...перепад настроения и так далее. Однако, если вы примете, да, я ленивый, что я ленивый, но я знаю, как... не то, что бороться, как двигаться с этим, с этой ленией. Если я знаю, что я ленивая, то чтобы изучить какую-то вещь, например, на программировании, да, я пойду к оффлайн-курсам, потому что я знаю, что если онлайн-курсом я пойду, я не буду учиться. Я просто пойду к оффлайн-курсам, потому что я знаю, что я ленивая. Я не говорю, что нет, я не ленивая, я просто говорю, что я ленивая, и я этим вместе как бы двигаюсь, мне не важно, я ленивая или нет, и так далее. Поэтому, когда вы примете вот эти ваши самые слабые стороны, вы будете знать, как двигаться, куда двигаться, и что поможет вам еще быть более эффективнее с этими вашими слабыми сторонами. Я, конечно, не говорю, что нельзя, нет необходимости работать над своими слабыми сторонами, но когда у вас есть, нужно сначала их принять, чтобы ваша работа и чем вы бы ни занимались, они были намного в хорошем качестве. Вот. И теперь такой у меня вопрос, чтобы не всегда я говорила, давайте вы, у вас были такие моменты, что вы осознавали, вы можете не говорить, какую слабую сторону, но, например, вы осознавали, что, например, вы такой, я не знаю, очень агрессивный человек, или вы какой-то человек, и вы не хотели это принять, или вы приняли, и вам это помогло двигаться дальше, или вам это помогло намного быть продуктивнее в каких-то делах. Мне казалось, если я много разговариваю, то это никак никому не помогает или не может мне помочь, но затем я осознал то, что это можно использовать для себя, и, по-моему, это стало лучше для меня. Классно, это тоже очень классный пример, потому что он теперь знает свою слабую сторону, он это использует именно, чтобы максимизировать, не знаю, нет, не успех, а просто что-то позитивное, да, он просто знал и все. Это очень важно, он просто принял. Вот, наверное, были и те ребята, которые осознавали, что они много говорят, но они просто говорили, ой, я типа много говорю, все, уходили в себя. А вот или, если я не ошибаюсь, он просто принял это и использовал эту свою слабую сторону, или просто вот эту черту характера во имя, ну, как бы, как бы, во имя успеха или просто для своих, для позитивных выгод. А есть ли у других еще такие примеры? У вас было что-нибудь такое похожее? С лабой стороны? Ну, вот то, что вы приняли в себе и, может быть, не знаю, сделали так, чтобы это работало на вас, или это, что, что вам помогло, какая-то плохая черта, или которая вам не нравилась, и обернули как-то ее для себя лучше? Угу. Хороший вопрос. Я сейчас подумаю, скорее всего. Так, сейчас вспомню. Например, я очень эмоциональным человеком была, я очень эмоциональный человек, и многие люди считаются, типа, какой-то слабостью, но я сейчас не считаю это. Но я как-то, ну, раньше считалась этой слабой стороной, типа, пыталась скрывать свои эмоции, не надо показывать, или, я не знаю, если я эмоциональный, там, что, я самый слабый человек, и так далее. Но потом, со временем, я поняла, что, на самом деле, вот именно эмоциональность мне помогает создавать что-то новое, потому что я была эмоциональной, поэтому я очень любила творительно читать русский язык, я очень любила стихотворение. Таким образом, я открыла даже свой канал в Инстаграме, куда я заливала очень, типа, читала стихотворение, заливала с музыкой и так далее. И очень много таких я публикаций делала, что мне уже понравилось, то есть вдохновление, я вдохновлялась своей эмоциональности, и это помогало мне, например, открывать вот это. И также я даже люблю очень такие длинные тексты писать о чем-то важном, да, или неважном, и, то есть, как-то, именно в контексте искусства, это помогало мне развиваться именно все это, сказать, не искусственно, конечно, но... Это круто то, что у вас все сложилось так. Спасибо. Да, вот. Я думаю, вот именно такие чувства, что я сказала, возможно, может быть, именно в школьные годы, потому что из-за социума и так далее обычно так много происходит. Хорошо, теперь давайте идем на следующий, перейдем на следующий сайт. Да, вот. И теперь как мы можем принять о себе, да, и следующим фактором является пробовать. Самопознание, это, как я сказала, узнать себя, да, кто я, какой я человек, зачем я в этом мире и так далее. И, конечно, нужно пробовать сюда и везде, что бы то ни было. Пробовать, например, если вы никогда не пели на улице, попробуйте спеть на улице, если вы, я не знаю, никогда не умели играть на пианино, то научитесь это и так далее. То есть, нужно пробовать очень много разных вещей, чтобы осознать, что ваше, а что не ваше. И что поможет вам во время ваших напряженных дней, во время ваших депрессий и стрессов, и что вам, возможно, не поможет. Потому что иногда бывает так, что у вас стресс, и кто-то пойдет и просто очень много вредных себе привычек делать, например, начнет курить или пить, или, я не знаю, есть очень много таких junk foods, говорят. Это вредные вещества, например, вредные вещи. Вот. Поэтому, если вы узнаете именно, где у вас хорошо получаете, или где, или какой активити вас вдохновляет, то вы можете найти вот именно те сферы, к которым вы можете пойти, когда вам грустно, когда вам плохо и так далее. То есть, они будут являться вашими лекарствами, да. Самопознание – это сначала там диагноз, анализ, диагноз и лечение, да. А вот сколько активитиз вы перепробовали, чтобы, не знаю, найти то, что вам нравится, и то, что вас, не знаю, заряжает? Потому что, не знаю, многие вещи люди могут начать пробовать только потому, что это в тренде, а не потому, что они хотят этого. И как вы решали между этим? Классный вопрос. Так, я, ну, например, я сейчас много в техническую сферу хожу, например, там, математика, программирование и так далее, но, например, в детстве я вообще, даже если я умела хорошо изучать математику, я вообще была гуманитарем. Например, я умела шить, я умела шить, я играла на пианино, я танцевала, чела, ну, это нехорошо получается. Я еще также пробовала себя, у нас юный инспектора дорожного движения. Кем еще раз? Не знаю, у вас есть такое, нет, но я прям юный инспектора дорожного движения, это московка. А у нас, да, в школе, типа, такого есть, допользованная подготовка молодежи. Да, типа того, и мне это было очень интересно, я вот это пробовала, вот, даже в течение трех лет, несмотря на то, что иногда моим родителям не нравилось, что я очень так поздно приходила домой из-за таких подготовок. Но потом мне это гораздо нравилось, когда я была в Одессе в Кассе, но это такой был свой, да, свой образный опыт. То есть очень много пробовала, и потом уже сейчас в сфере технологии. Так, у кого-то шум. Вот, все нормально. Так, вы сказали, так, тренда. Почему-то мне не всегда была важна тренда, не знаю, почему у меня не всегда была важна тренда. Потому что я знаю, что я, например, у меня до сих пор нет и тиктока, это не потому, что тикток это плохой и дело без денег, нет, это прям очень классная платформа. Но почему-то мне до сих пор не интересен эти тикток, и я не знаю никакие тренды. То есть, или из-за того, что мне и так было важно узнавать, какие тренды есть, поэтому... Нет, знаете, я имел в виду, вот, допустим, вы сказали, что нужно пробовать в разных сферах себя, но не в обиду в айтишникам, да, сейчас IT в тренде, и каждый второй хочет пойти попробовать себя, быть айтишником. Может быть, ему это даже не нравится, просто потому, что он увидел то, что это в тренде, и все. И у вас не было такого, да, вы просто захотели... Нет, у меня не бывало, потому что я настолько была вовлечена именно в тренде в целом, вот, в этом не бывало. Потому что, ну, у меня такой немножко старомодный даже, пусть я бы сказала, из-за того, что я не слишком так именно вовлечена в тренде. И потому что, не имею в виду именно в сфере музыки, так и так далее, именно в целом я имею в виду. Наверное, потому что, поэтому у меня не было такого. Окей, понятно, спасибо. Так, да, вот пробовать в разных сферах. Надеюсь, что я как-нибудь могла открыть вам тему зоопознания. Теперь давайте немножко сделаем один эксцесс, упражнение, которое нам поможет начать думать о себе, да. Есть такой вопрос, просто возьмите листок бумаги, неважно, тетрадь и так далее, и ручку, и напишите моя миссия в этой жизни. И напишите пять пунктов, моя миссия в этой жизни. Что вы считаете вашей миссией в этой жизни может быть? Так, мы дадим вам... Давайте пять минут дадим. Вот, я вам пока буду перечислять варианты, может, если в вашу голову ничего не приходит, но напишите моя миссия в этой жизни. Для кого-то это может быть создание мультиков, для кого-то просто танцы, для кого-то создание трендов, да, или... Танцы, я кому-то, да, или... Продолжение следует...